Мы находимся в историческом центре города. Рядом расположен Рязанский Кремль и улица Свободы. Однако заходить в этот двор по-настоящему страшно. Ощущение, что он как минимум пережил бомбежку. Сейчас трудно поверить, что строением номер 80 на улице Затиной, которое когда-то было Дашковской богодельней, прохожие должны любоваться и восхищаться. Здание было построено в далеком 1780 году и является одним из уникальных памятников гражданской архитектуры. Он сам по себе уже ценность такая вот историческая. Плюс ко всему у него интересная история. Этот дом был выкуплен меценатом Дашковым. Очень интересный был человек. Здесь была так называемая Дашковская богодельня. Богодельня для неизлечимо больных. Последние жильцы были здесь месяц назад. Их расселили по федеральной программе расселение из ветхого и аварийного жилья. Однако попытки проникнуть в заколоченные подъезды и забитые окна до сих пор продолжаются. Вандалы побывали здесь уже три раза. В первый визит четыре молодых человека срезали радиаторы отопления, электропроводку, выломали сантехнику и двери, оконные блоки и чугунные люки. Тогда их удалось поймать с поличным. Второй раз вандалы добрались до чугунной лестницы. Уничтожены и украдены два лестничных пролета. Памятнику архитектуры нанесен невосполнимый ущерб. Однако преступление не осталось незамеченным. Жители соседних домов и прохожие видели, как два гражданина из Средней Азии вывозили полтона чугуна. Сегодня богодельня вновь подверглась испытаниям. Вандалы взломали все двери, выломали остатки лютой чугунной лестницы, вмонтированной в стены. Ценности увезли в газели, на прощание устроив в здании пожар. Как удалось выяснить, горел пол на втором этаже. Сейчас судьба Дашковской богодельни остается под вопросом. Городозащитники утверждают, что здание является памятником архитектуры федерального значения. Однако городские власти не сразу об этом вспомнили. В начале года они хотели снести строение. В формулировке постановления было написано, что его последующий снос. Когда общественность напомнила о статусе этого здания, уже в конце января вышло обновленное постановление, где слово снос заменили на реконструкцию. О том, что ждет памятник архитектуры 18 века, администрация расскажет на следующей неделе. А пока проявляйте бдительность. Если вы заметите рядом с ним любителей чужого добра, звоните в полицию.